Ребят, всем привет! Молодцы, что смотрите! Поставьте вот за это блюдо обязательно лайки, не забудьте подписаться, колокольчики, чтобы знать, когда у нас выходит новое видео, а рецепт будет в описании. Сегодня у нас приглашенный гость, известный наш знаменитейший блогер города Томска, фудблогер, да нет, скорее всего, уже мировой известности человек. Александр, я вас приветствую! Ну, естественно, Денис, здравствуй! Это его кухня, чтобы вы понимали, кухня крутая и самое интересное, сегодня мы будем готовить жареную картоху со свининой по авторскому рецепту Дениса. Досмотрите это видео до конца, погнали! Нам потребуется, что? Нам потребуется нарезать овощи, лук режем полукольцом, свинину режем на соломки, включаем плитку, ступины, начинаем нагревать. Налываю брусочками картофель и промою его в воде. Вот этот еще пополам, да? Вдоль распустить. Тимур, знаешь, для чего моет картофель в воде? Ну-ка! Картофель для чего промываю, то есть как минимум 2-3 раза в воде, чтобы смыть с него лишний крахмал, чтобы картофель не подгорал и не слипался во время жарки. Многих вещей мы с вами, друзья, не знаем почему, потому что не все шефы делятся своими лайфхаками. Я не буду говорить, что я это знал, ладно? Ты не знал? Я не буду говорить, что я это знал. Пускай ты знал и молчал. Нормально. Я как футблогер тоже могу что-то знать. Представляешь? Я смотрю твои видосы и мне они, кстати, очень нравятся. Этот подход, который, как ты к ним подходишь, дорого-богато. Так, сюда маленечко маслица, да? Зальем. Масло можно уже побольше. Огонь есть уже, да? Да, все, засыпай. Я, кстати, шампиньоны последнего вообще перестал чистить. Не, на самом деле, если их мы будем обрабатывать тепловой обработкой и измельчать, то их не обязательно чистить. Зимельку убрать. Помыть, знаешь, как грибы? Быстро, грамотно и непринужденно. Расскажи твой секрет. В муке. Помыть грибы в муке? Да. Добавляешь муку, она как это самое. Как абсорбент? Да. Как типа пескоструя. Но ее надо в чем-то, наверное, трясти. Денис, еще, наверное, уже сюда пара мяса, да? Чуть-чуть прижарить. Можешь добавить еще маленько масла, как бы. Потом лук в сторону. Прямо на сковородке в сторону, да? Да, и добавляем. Для чего рекомендуют сначала лук обжаривать, затем мясо, потому что если сделать наоборот, как бы привкус сырого лука, может передаться мясу, как бы, но что не есть, как бы, хорошо. Слушай, что у меня все время горит-то, да? Как-то фаер-шоу меня прям любит ужасно. Итак, тем временем я промыл в двух водах картофель. Сейчас его слегка подсушу салфеткой, ну и начну обжаривать на сковороде. Отлично, теперь можно как раз вот сдвигать, то есть он тебе как раз, видишь, начал карамелизоваться, то есть в целом уже лук как бы свою горечь. Поджариваем свинину, когда у нас станет скорочка, можно будет маленько присолить, приперчить как бы и добавить специи. Так, а сахар когда? Сахар в лук надо было добавлять, то есть сейчас во время жарки лук. То есть я опять проморгал спуску, да? Ничего страшного, можно сейчас посыпать лук, для этого мы и не смешивали. Сейчас не надо его мешать, да? Ну постепенно помешаем отдельно лук, отдельно свинину, как бы не перемешиваем. Ну пусть сейчас свининка запечатается. Трогать не надо сразу мясо, никуда оно не денется, у вас ничего не пригорит. Так, как ты предлагаешь, давайте я дам чеснок. Да, то есть порубим чеснок, порубим зелень, зелень у нас сегодня будет кинза и базилик. Предлагаю, сейчас я все можешь перемешивать. А уже можно, да? Да. Свинина-то не совсем запечаталась, но ладно, будем надеяться, что запечатается в процессе. Запахи какие, да, ставишь? Я пока чувствую только чеснок. Ага, ну да. Так. То, что ты уже чувствуешь, это уже хорошо. В наше время чувствовать запахи и вкусы, это очень модно и полезно. Большая привилегия. Да-да-да, копченая паприка. Да, хмери-сунели. То есть у нас он такой прям будет явно яркий. Я вот думаю, как мы жили раньше без копченой паприки, а? Никак. Вот ни одно блюдо сейчас без копченой паприки не обходится. Это как блогерская. Через полгода как бы что-то должно прийти. Посмотрим твоей истории, как бы копченая паприка заменится на другой любимый продукт. Это всегда так. Что-то должно другое быть. Вот уже прийти. Я, кстати, очень отношусь к ней не скептически, а нейтрально. Ну да, я могу добавить, но без нее я могу готовить спокойно. Не, а вам я скажу так, почему я ее полюбил. Мне как-то раз теща с Венгрией килограмм копченой паприки привезла. И не знал куда-нибудь. Я ее начал экспериментировать, пробовать, пробовать как-то и потихоньку у нее подсел. Когда наш картофель маленько прижарился, в этот момент можно добавить немного соли. До этого лучше картофель не солить, чтобы он не выделял влагу. Слушай, ну да. Тут со всеми блюдами можно так. Я вот солю всегда в самый-самый последний момент. По-разному. Я скажу честно, когда вот эти непосредственные приемы как бы у себя пробовал, изучал, смотришь как бы, блин, вроде бы все сделал как надо, пробуешь. Не то. Не то, а смотришь там, грубо говоря, женщина, которая просто готовит, она не имеет никакого образования, засорила, заперчила, все разом забросила, перемешала. С обыску вкусу уже. Это да. У меня бабушка раньше варила борщ так, что все подряд собрала, затерла, положила, заварила, что сейчас на вкуснее борща до сих пор не буду. Пробовала как-нибудь. Так, ну у нас вот здесь вот уже все готово. Все готово. Эти сто процентов готово уже. Не переготовить. Как бы не переготовить, да. Да, это вот к чему я говорил. Вот сними вот это, смотри. Видишь? Вот оно все как раз, чтобы вот эту вкуснотень не оставить. Еще еще добавим воды. Прием называется деглассация. Как? Деглассирование. То есть нам промешаем, все вкусно останется там, переложим сейчас в картофель и будем продолжать готовить в той части. Я предлагаю как бы переложить свинину сюда. Наверное. То есть вот у нас все самое вкусное. То есть ничего не оставим. Начинаем перемешивать. Картошка, что ты видишь? Все просто. Все просто и вкусно. Наши любимые. Да, родные. Вспомнил, наши любимые мы американцы. Наши любимые. Запил как сразу. Картошку со свининкой. Картошку со свининкой увидел. Все. Зачем мне эти бургеры? Сейчас бы это самое под 50 самогоночки и все. Утро. И школу не пойдем, да. А никто не знает, что утро, я тебе хочу сказать. А ну да. Ребят, кто смотрит эту передачу вечером, приготовьте то же самое, но главный ингредиент 50 беленький. Выкладываем грибы, чуть-чуть чеснока, помидоры и зелень оставим на последний этап. И половину чеснока. Другую половину мы вместе с зеленью перемешаем и посыпем при подаче. Да. Вот чем интересно готовить всегда под руководством шеф-повара? Я, честно сказать, я бы уже был так и ел бы, не добавив ни помидор, ни грибов, ничего остального. Здесь как раз есть авторский вариант, на самом деле классический вариант. Свинина обжарена с луком, картофелем, хмели-сунели, при подаче кинза, немножко сметаны. Вот от Жахури. Ух ты, блин. А блюдо у нас узбекское. Ну ладно. Мне оно удобно, что оно с бортами совсем то есть. Ну что, погнали. Так, мы протомили. Получается 10-15 минут. У нас картофель готов, свинина, я думаю, тоже будет готова. Сейчас давайте заправим всю эту зеленью. С легкой руки. И палки не будем, будем тут красиво. Все это перемешаю и подаем как бы. По желанию еще можно разбить 2-3 яйца, вылить туда, перемешать как бы. Ну у нас сегодня такой более наш сибирский жакшу. Кстати, вот у меня по опыту всегда спрашивают, а сколько точно жарить картошку? Я вот никогда не понимаю, но вы попробуйте и поймете. Здесь до готовности самый хороший ответ, до готовности. До готовности, да. Жарим, пока не пожарим. Это точно. Выкладываем. Ну красота. Так, немножко кинзы. Многие еще рекомендуют во время жарки картофель добавлять сок лимона. Зачем? Чтобы картофель полностью не развалился и у тебя перо не получилось. Это ближе к готовности. Но здесь мы специально добавили помидоры. Там есть кислота. Поэтому мы как бы убили двух зайцев. Да, убили двух зайцев. Вопрос, почему у нас две ложки? Ну что, третья у меня. Ах ты, елки-палки. Я взял заранее. Ну у нас, ребят, я вам хочу сказать, есть сметанка для красоты и для полноты ощущений. Мы, наверное, ее с краешку, да, выложим. Не будем больше. Выложим. Или сметану по желанию. Или пусть она вот так будет. У тебя там по желанию? Да. Пускай она будет, да. Ну вот он момент истины, ребят. Молодцы, кто досмотрел, у кого хватило терпения. Кто сейчас, кстати, и ест, всем приятного аппетита. У кого день рождения, с днем рождения. Зачем я это сказал, не знаю, но так положено. Давайте. Понеслась. Давайте попробуем. Ну-ка, и чего скажете? Это вкусно. Жареная картошка не может быть невкусной. Ну да. И это интересно, потому что вкус какой-то интересный, необычный. Здесь кинза у нас, чеснок, базилик и грибы. Вот я сразу гриб почувствовал почему-то. Хорошая картоха его взял. Картоха жареная, но только с авторскими дополнениями. Ну и охота сразу сказать, наливай. Да, наливай, да. Потому что жареная. Потому что вкусное, жареное, мясное. Чисто мужское блюдо для сибиряков. Ладно, пока пацаны едят, молодцы, кто досмотрел до конца. Готовьте так же вкусно, не стесняйтесь есть мясо. И всем добра и приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. Всем пока. Пока.